Ну что же, Саша сегодня достаточно тактично начал свой разговор и даже, можно сказать, подлизывался к Елене Николаевне, спрашивал, как долетела, все ли ей удобно, все ли ей нравится, все хорошо. Но, тем не менее, к чему-то конкретному вы, к сожалению, не пришли. Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, какое у вас впечатление о Александре? Саша веселый, задорный мальчик, но парень добрый, цели и задачи не существует. Договорились еще до следующего, что отношений нет, любви нет, он свободен, как птица в полете. А вам не обидно, что ваша дочь единственную умницу и красавицу, получается, не любит? Она тоже не любит, к сожалению. По крайней мере, на сегодняшний момент, что будет завтра, я не знаю. Но эта семья могла бы быть все-таки счастливой, вместе? Все может быть, если Саша посмотрит на жизнь с другими глазами, что нужны действия, а не слова. Как Саша не будет иметь отношения никакого к этому ребенка? То есть, Елена не запишет его как отца? Надо Елену спросить, пожалуйста. Я, конечно, запишу как отца, единственное, что фамилия будет моя, ребенок будет Александрович или Александровна. Если ты запишешь его как отца, ты прекрасно понимаешь, да, что все твои выезды куда-то и так далее, и так далее. Нет, никаких юридических плох он не будет иметь. Это наш общий ребенок, я имею право на него, делаю на столько же, сколько имеет на него право Элина. Просто для меня абсолютно очевидна одна картина. Здесь как бы у стурвала и рулят все мамы и Элина. Вот и мне не нравится такая несправедливость. Так может быть, Елена Николаевна права, когда говорит, не надо спрашивать, не надо брать какое-то разрешение, нужно идти и делать. Не спрашивать, нужны ли деньги, отдавать эти деньги, не спрашивать, хочет ли она кушать, а уже приносить на подносе. Спрашивать надо всегда. Может, человек не хочет, зачем делать тогда. Если хочет, лучше. Саша никогда не будет делать лишних телодвижений. Посмотри, Элина, я помню раньше, что у тебя была цель выйти замуж за богатого, успешного и так далее. Но коли не сложилось уже, ты забеременела от Саш. Но может быть, тогда не мучить его, ты уже недавно в эфире увидела про эти джинсы за 50 тысяч, ты опять его там накручивала. Может быть, тогда просто брать от парня то, что он есть, это заботу. Я думаю, что он будет гулять с коляской, я думаю, что по ночам, если тебе не захочется встать, он встанет, покормит ребенка. Ну, как раз вот брать не деньгами, а вот другими вещами. Ты хочешь джинсы, денег и всего остального, то, что он дать не может. А он может дать обычные бытовые вещи. А почему он не может дать-то, скажите мне, пожалуйста. Ну, как почему? Потому что, ну, давайте сейчас выйдем за периметром и спросим у каждого мужика, которому будем видеть, а можешь дать 50 тысяч на джинсы? Я думаю, что 90% из 100 скажут, что он не может, потому что у нас только зарплата 50 тысяч. Нам нужен лучший. Совершенно правильно. Нам нужен лучший. Когда ты собиралась выходить за него замуж, ты не говорила, что мне нужен лучший, ты говорила, мне нужен ты. Ну, вот я на тот момент так считала. Сейчас я чувствую по-другому. И я могу сказать одно, что как только, если вдруг что-то изменится, и я увижу от Саши рвение или желание помогать, участвовать и так далее, не на словах, на поступках. Но это любой человек потянется. Любой. Хорошо. Так, ну что же, давайте мнение тогда. Кто что скажет? Никита. Ждали маму, хотели разобраться. Вместе они быть не хотят. Друг друга они не любят и не представляют друг друга вообще, не представляют себя вместе друг с другом. Но ребенок есть. И как ребята этот вопрос решили? Я не понял, я не услышал. Давайте я обещу. Смотрите, я не подхожу. По неким трансферам. Семь месяц у Камерен такой, какой я есть. Меня такого не принимают. Я должен сделать одно, второе, третье, пятое, десятое, чтобы меня приняли. Я не напрашиваю в коем случае вашей семье. Вы не подумайте об этом. Есть у Элины ребенок. Он наш. Я еще раз подчеркиваю это слово. Он наш. И поэтому, конечно же, мое отношение к ребенку, оно будет всегда присутствовать. Я всегда, конечно же, буду... Как ты видишь свое участие в жизни ребенка в дальнейшей, в жизни Элины, пока она беременна? На данном этап времени мы сейчас это не видим, потому что Элина не готова идти на компанию. Без разницы, что на что готова Элина, что не готова. Как ты видишь? Я рулю, понимаешь? Что видишь? Как ты видишь свое участие в ее жизни, в жизни ребенка в дальнейшем? Причем тут Элина? Ну как раз морально, психологически, финансово. Как угодно. Сейчас я собираюсь просто молчать, спокойно ждать, когда Элина все-таки наладит, не знаю, свое отношение. Хотя бы, не знаю, ко мне как более-менее нормально. Черт, Таня, я считаю, все. Почему ребята не могут найти общий язык? Потому что Элина измеряет людей материальным маршином. Причем она преувеличивает свои возможности и достижения. И, как мне кажется, путь Элины – это путь подарка, которым она никак не может осчастливить мужчину. Потому что мужчины, видя ее отношения, которые состоят исключительно из претензий и из оскорблений, они шарахаются от такого подарка. Вот что ей делает Саша сейчас, несмотря на то, что Элина даже беременна от него. Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, вот как вы можете объяснить вот этот феномен, что темы постоянно вокруг финансов у Элины. Интересуют финансов все, так же, как и тебя. Моральные ценности и деньги, они существуют и нужны всем. По поводу Саши, это не он от нас отказывается, а мы от него отказываемся, поскольку он бездействует. Вот и все. Елена Николаевна, я вас перебью просто. А вот связь между причиной и следствием, она существует вообще? Вот причина моего бездействия, она есть причина? Тебе уже объяснили, по-моему, каждую вторую, что для того, чтобы что-то сделать, надо сделать. Не говори, что заботится, а сделать. Приехать, принести. Если я подхожу к ней ближе на метр, мне начинаются когти показывать. Ты не бойся, иди и делай все равно. Она психует, нервничает, плачет, тем самым делает нехорошее состояние саму ребеночку. Зачем? В таком случае передавай через друзей. То, что ты хочешь принести для ребенка. Спасибо, Женя Роднин. Почему-то все так перевернуло, что мы сейчас Сашу делаем виноваты в этой истории. Извините, это вы сюда пришли. И благодаря Саше вы вообще здесь сидите. Вообще благодарный Саше, что вообще у нас ребенок был. И вы, Елена Николаевна, благодаря Саше здесь сидите. Да ты что? Потому что если бы не было здесь Саши, и вас бы здесь не было. И, наверное, если бы Саша в тот момент, когда Елена узнала о беременности, был бы в Ярославле, интересно бы, Елена приехала к нему домой в Ярославль? Наверное бы нет. Есть другая история. Мы четко, Елена Николаевна, я не договорил, мы четко прекрасно понимаем, что когда сюда пришла Элина, Саша, это была та забота и те тапочки, которые он бы всегда приносил для Элины. А ведущие, это материальное, как раз материальное благо, которое вы стремитесь. Совершенно верно, ты все говоришь правильно, ты доволен, и я с этим согласна. Я с этим согласна. Тогда не надо рассказывать, что вам нужен мужчина. Вам не нужен мужчина. Ваша дочь 30 лет сидит одна, в будущем она, скорее всего, будет матерью-одиночкой. Вы будете, и вы будете рядом с ней находиться. В принципе, я могу сказать, здесь все равны, и никто не отличается от Саши и от Дони. Я тебя убью. Понял меня, парень? Че, че, Элина? Да ты че, твой ты, коррект? А что я говорю? А что я говорю? Я все нормально говорю. Ты говоришь так, это точно, потому что ты... Элина, зачем ты так реагируешь на мнение? Да, Элина, блин. Элина, иди сюда. Значит, если ты мальчик без имени и без фаргана... Майк, ты очень неприятель. Тихо, тихо. Ну ты че? То, что получишь по голове, это однозначно. Живойся. Елена Николаевна, подождите, ну, здесь каждый сидит и высказывает свое мнение, да? Мне кажется, в данной ситуации, тишина, нужно серьезно говорить и с дочерью, да? Понятное дело, что здесь много провокаторов, да? Понятное дело, что у Саши много промахов. Но, тем не менее, нужно конкретно в этой ситуации говорить с Элиной, потому что я сто раз предупреждала, не бросайся. Ни в коем случае, что бы тебе не нравилось. Ну, она взрослая девочка, не всегда. Я не позволю врать. У нас не пишут и говорят люди то, что нам не нравится. Я тебе клянусь, я тебя уничтожу, я клянусь тебе. Ну, перестань ты. Сам себя вам что. А зачем? Вот ты бы этим поступком дав ему по лицу, ничего бы не... У меня обязательно появится мужчина, который тебе хребет сломает. Ты лучше встрети этого мужчину и будь счастливой, тогда все заткнутся. А вы все ждать мужчину, который хотел о тебе заботиться, сидит и молчит. Все все ясно вообще. В любом случае, ситуация в этом самая неприятная, это то, что, Элина, ты не пережешь себя. Элина Николаевна, скажите мне, пожалуйста, на какой срок вы еще хотите тут остаться? Лечу после завтра. Проведите, пожалуйста, работу со своей дочкой, пожалуйста, чтобы она вот так не реагировала. Ты знаешь, Ксения, веришь мне, мне даже самой было трудно сдержаться. Я бы за нос схватила, точно. Но вы не беременная, понимаете? Я не беременна, но это просто то, что он говорит, это чудовищно. Короче, от осинки не родятся апельсинки. Я поняла вас. Давайте перейдем к следующей теме.